друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал а также мой канал можно найти на яндекс зене ссылку обязательно закреплю в комментариях ну а вы конечно же не забывайте заходить и подписываться ну что ж лёлька да лёлька знаете лёлька вообще такая странная говорит вот этот вот автокредит это такое ярмо на моей шее вот честное слово я вообще не понимаю с какой стати это лёлькина ярмо почему она так скажем на ее шее каждый месяц люди ей дают денег на оплату ее автокредита еще ни разу за все это время почти уже за год лёлька не оплатила автокредит из своего кармана каждый месяц ей люди оплачивают причем сейчас платят очень активно снижают ей не только ежемесячный а вот этот вот как раз таки получается взнос но и лёлька вообще мечтает так скажем досрочно погасить кредит поэтому каким образом и это может быть ярмом вот этот автокредит нет вернее может быть ярмом но только не на лёлькины шеи наши ее как раз таки зрители да да для них это действительно ярмо и еще какое причем так интересно лёлька не глядя поставила на строку донатов вместо миллиона шестьсот шестнадцать миллионов рублей честно я так понимаю когда вот эти вот ее хомячки обожатели этот момент увидели их наверное чуть было кондратий не схватил они об этом лёле в чате написали мол олечка поменяй пожалуйста сумму с миллиона вернее на миллион шестьсот а то у тебя там случайно сумма появилась в шестнадцать миллионов а лёлька вы знаете когда увидела начала гоготать как конь и говорит ха ха говорит давайте а давайте греть шестнадцать миллионов соберем и грит бэху возьмем да то вы знаете кричала о том что ей денег не хватает на то чтобы кормить своих детей а тут оказывается давайте ей шестнадцать миллионов на бэху она будет на ней кататься лёлька а губа у тебя не треснет вот знаете мне просто интересно а кто возьмет бэху то кто ее возьмет да то есть лёлька предлагает ей оплатить хорошую машину дорогую машину она на этой машине будет кататься сама ну или вместе с шуриком или кто там будет на месте шурика я не знаю потому что лёлька пошла в разнос и я об этом вам сегодня просто расскажу обязательно да ребят представляете но вы знаете если честно когда она начала смеяться по поводу шестнадцати миллионов и говорит ой а типа слабо ли нам набрать шестнадцать миллионов я уж был подумала кто его знает чем черт не шутит возможно она и специально намеренно поставила на строке донатов шестнадцать миллионов рублей дабы так скажем посмотреть на реакцию своих вот этих вот веслоухих хомяков но проверить их так скажем да на вшивость далее далее стала рассуждать на тему как раз таки в шее да да и говорит ой представляете но и там задали вопрос а болели ли ваши дети когда-нибудь педикулезом ангет конечно конечно болели в школе детском саду и так далее грит представляете в пустыне у нас говорит даже у самых чистоплотных матерей у которых были самые чистоплотные дети даже говорит более чистоплотные нежели мои ребят знаете я не знала что чистоплотным считается человек который раз ложится в постель да не принимает душ при всем при этом имея все условия для того чтобы нормально помыться или человек который не меняет одежду до или человек который вытирает рот рукой но не знала да и кстати вот когда лёля сказала про слишком ее чистоплотных людей мне почему-то сразу вспомнилась ее дочка женичка хотя женичка уже до совершеннолетняя девочка ей уже 18 лет но я помню прекрасно как она ходила на занятия в москву представляете друзья мои с грязью под ногтями и да кстати это было очень хорошо заметно особенно она тогда часто так скажем выкладывала свою жизнь в инстаграм stories запиливала и вот очень-очень это было заметно на прям демонстрировала свои руки видимо она не считала так скажем ничего плохого в том что у нее просто грязь под ногтями да да ну а лёлька говорит мои дети просто супер-пупер чистоплотные но в принципе конечно лёльки виднее далее далее шурик про шурика сказала есть задали вопрос а что шурику не надо платить алименты на своих детей на что лёлька говорит нет не надо а у шурика нет детей мне вот интересно а куда делись шурика вы дети шурика дети ну понятно я пошутила но вот просто да были дети были сыновья и куда-то сплыли вот ребят честно и вообще в принципе мне интересно лёль вот действительно ты считаешь что кто-то должен кормить твоих детей то есть вот в тот тот же шурик да она говорит ну конечно мне нужен мужчина который будет там помогать финансовый так далее а в таком случае кто будет кормить детей шурика или им есть не надо потому что потому что лёля решила с ним сойтись ну в общем да в принципе вы знаете лёля которая постоянно говорит о том что женя бы такой сикой такой плохой не платит алименты на наших совместных детей лёлька всегда спокойно козыряет и не видит ничего плохого в том что она рассказывает что когда она с ним сошлась она устроила женю бы но об этом она уже много раз говорила она говорит я устроила женю бы на официальную работу дабы он там получал копейки и платил так скажем маленькие алименты вот видимо считает лёлька что это в порядке вещей то есть смотрите как интересно получается ее детям деньги нужны остальным детям деньги не нужны и вот видимо все таки знаете бог шельмоты метит поэтому лёльки не везет с мужиками мужики не хотят оплачивать не хотят ни ее содержать не себя содержать не детей своих содержать уж тем более про чужих детей и речи как говорится быть не может и опять опять про женю бы который такой секунд не хочет забирать детей на выходные да представляете ребят ну начнем с того что лёлька некоторое время назад говорила о том что она вообще готова его лишать родительских прав и я смотрю что вся вот эта вот эпопея почему-то затихла она же кричала да мы с моим юристом пойдем будем там значит как раз таки подавать на лишение родительских прав но я еще тогда сказала что для того чтобы его лишили родительских прав там нужно особо так скажем да чтобы он определенное количество времени не платил алименты плюс ко всему прочему чтобы он не интересовался своими детьми вообще никоим образом не принимал участие в их жизни то есть эта процедура не простая как кажется лёльки но вот вы знаете она вообще какая-то странная то она значит говорит о том что все я не буду к нему обращаться он козел он сволочь он моральный урод он психопат он маньяк а потом она берет и говорит жень ну возьми пожалуйста своих детей то есть да согласитесь как то странно но в общем женька б который не хочет брать детей у лёльки на выходные потому что переживает что лёлька в эти выходные будет как раз таки развлекаться с мудаками причем заметьте это ее слова это не мои слова да женька я бы сказала молодец женька просто блюдет лёльку вот себя не блюдет а лёльку решил блюсти хотя уже с ней давно в разводе ну а лёлька вообще пошла в разнос и говорит мои дети не нужны их отцу не нужны своему отцу лёль можно подумать твои дети нужны твоему шурику или какому-то другому постороннему мужику да никому они по большому счету кроме тебя не будут нужны в любом случае но лёлька верит в сказки верит в то что если шурик со всех сторон нацеловывал вероничку значит он ее очень любит лёлька даже не понимает что шурик готов был целовать кого угодно и вы имя ее козом что он в принципе и делал да и морды там козом и так далее лишь бы только лёлька не погнала его сраной метлой и не заставила его работать кстати вот мы с вами сидим смеемся а лёлька у нас оказывается на самом деле рыковуха в чате друзья мои появился некий евгений юрьевич поклонник просьба не путать жени б который донатил лёльки буквально тысячами да да тысячами несколько раз он печник и стал заигрывать в чате с лёлькой а она с ним говорит да да говорит ой говорит вы меня заинтриговали он меня заинтриговал лёль вот знаете вернее лёльки хоть кого хоть сварщика хоть печника хоть женьку б да вот мне хочется лёльки все-таки дать совет лёлька ты для начала спроси он действующий работающий печник а то получится как с твоим вот этим вот сварщиком шуриком который да он сварщик они так много зарабатывают но при всем при этом почему-то работать при лёльке он не работал какая черту разница а кто он там сварщик каменщик плотник печник если человек не хочет работать и не собирается если он лентяй то неядец и привык висеть на шее у женщин то не имеет смысла вообще как говорится кто он на самом деле по профессии да в итоге в чате стали писать что вот этот вот евгений юрьевич печник до подкатывает к лёльке и стали ей ему вернее ей его пророчить в мужья буквально да да люля печник ой как здорово ой тебе бы такого мужика ну а лёлька довольная сидит улыбается сияет прямо знаете как медный таз вот честно я ребят вообще не верю в то что некий ухажер появился у лёльки который готов ей там донатить тысячами сдается мне что это конечно же работает ее друзья и и зазывалы на стриме ну а лёлька сидит и говорит нет 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 ну я так то говорит жду шурика шурик поехал работать доказывать мне свою любовь оказывается теперь если мужчина работает значит он доказывает вам свою любовь причем якобы вот этот сергей ой евгений юрьевич отправлял ей чуть ли не каждые пять минут до по тысячи и по две тысячи ну ну конечно же мы в это верим вот кому-то делать нечего и слать лёльке свои кровно заработанные деньги она говорит ну а давайте у меня в чате устроим сайт знакомств а чего говорит может быть кто-то говорит посмотрит на меня и подумает ой надо же какая хорошая девушка да да друзья мои представляете то есть вот можете себе представить лёлька вообще считает что действительно а кто-то вот так вот на нее спокойно клюнет на мать десяти детей нет но я все понимаю в жизни конечно все может быть но как-то вот лёлька вообще вот странная да а вообще в принципе странно странно получается вот шурик и вот этот вот товарищ он почему-то работать не торопится сидит благополучно на ее шее а некий мужчина чужой мужик прям донатит лёльке деньги тысячами да которые так скажем достаются с таким трудом но понятное дело что лёлька просто сказочница а вообще все же лёля дает понять что знаете она говорит что да шурик у меня шурик у меня я значит шуриком но она дает понять что она готова принимать ухаживание мужчин хочется ей я так понимаю наверстать упущенное поэтому лёля всячески пытается продемонстрировать нам свои женские чары и вы знаете она говорит а я вообще-то я готова она говорит скажите откуда вы тот написал что он из москвы а лёлька говорит а я вообще в принципе готова принимать цветы и ходить на свидание лёлька стопе ты же сказала о том что у тебя шурик ты ждешь шурика он поехал так скажем доказывать тебе свои чувства свою любовь как-то получается как это называется это называется уже нехорошим словом простите какое-то самое настоящее блядство да то есть значит она тут и с бывшим мужем общается шурик поехал она его держит на коротком поводке поехал значит работать бедный несчастный а лёлька его заставила он поехал доказывать лёльке свою любовь она уже тут шуры-муры мутит с этим значит евгением юрьевичем который ей там выслал 3000 она уже готова свою вот эту великую любовь она вспомните она же говорила и на этом стриме что шурика я очень люблю то есть она готова буквально за тысячу за 2 за 3 вот так вот да пойти на свидание с кем-то с другим мужчиной принять от него цветы но я считаю что это какая-то ненормальная ситуация лёлька ты действительно уже начала выпрыгивать из трусов да правильно правильно женька б блю короче вы меня поняли за лёлькой следил потому что лёлька действительно пошла в разнос ребят ну а далее сидела смеялась просто как дурочка и спрашивала ой евгений юрьевич а сколько же вам лет вот так ей хотелось сказать лёлька да ты иди лучше детьми своими займись они чужими мужиками чужими штанами потому что ты уже действительно попахивает каким-то знаете какой-то болезнью да болезнь на кого бы залезть как говорится но смех смехом но что я хочу сказать ребят на самом деле я конечно же вот не верю в то что появился какой-то евгений юрьевич не верю естественно в то что уехал вот этот вот шурик якобы он там куда-то поехал неизвестно неизвестно что там на самом деле но все же все таки я думаю что шурик себе благополучно сидит дома конечно же никакого евгения юрьевича тоже не существует не верю в то что человек будет так просто ей бросать деньги несколько тысяч просто потому что она ему понравилось в общем как-то все это странно странно выглядит мне кажется это очередные сказки от лёльки а также от ее подружайки козлодоевой ребят пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровье ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока за субтитры все очень классные вот Продолжение следует...